Продолжение следует... Мы начинаем наш третий урок по развитию музыкального слуха. Для тех, кто не знаком с предыдущими двумя уроками, я скину ссылочку внизу под видео. Итак, в первых двух уроках вы научились, я думаю, различать звуки высокие и низкие. Вы можете слушать птичье пение, прислушиваясь музыкальным слухом, а не просто так. То есть разбираясь, где нотки более высокие птицы поют, а где более низкие. Сравнивая эти звуки между собой. Также вы послушали звуки природы. Возможно, копель, возможно, дождь, гром и так далее. Также звуки, которые вас окружают в течение дня дома, мяукнула кошка, взлаяла собака, гудок машины и многие другие звуки, они все отличаются друг от друга по своей высоте. Какие-то звуки выше, какие-то ниже. Во втором уроке я советовала вам найти две крышечки от кастрюль. Вот такие хорошие, солидные крышки. Ну, почитайте, если кто не читал. И эти крышки должны были звучать наподобие колокола. Вот по этим крышечкам надо было ударять и сравнивать оба звука между собой. Опять же, на предмет того выше или ниже. Ну, и вы посмотрели там несколько интересных видео, как, например, сделать флейту из морковки и другие интересные видео. Не буду предвосхищать ваши впечатления от этих видео для тех, кто их не видел. Вот. Очень советую посмотреть. Они интересные и коротенькие. А мы начинаем наш третий урок. И сегодняшняя наша задача – это научиться, вернее, начать учиться, потому что этот процесс достаточно непростой, начать учиться, попадать в тон. То есть, голосом издавать такие звуки, которые будут звучать на инструменте. То есть, именно той высоты, той высоты звук взять голосом, который будет звучать на инструменте. Ну, вот привожу вам пример. Звучит сейчас нотка до первой октавы. Кстати, вот она на рисунке, мы можем сразу ее увидеть. Не смущайтесь, те, кто не знают нотной грамоты. Все это не так уж сложно. Постепенно и об этом будем тоже говорить. Итак, смотрите. Вот звучит нотка до. Мы ее можем голосом повторить. До. Это невысокая нотка, достаточно низкая для женского голоса. Но такую нотку могут взять высокие мужские голоса. Но мужские голоса сейчас пока пусть отдыхают. Сейчас задача у нас, задание, вернее, для женских голосов. До. Вот это я попала в нотку. А сейчас для сравнения. Слушайте, я сейчас не попаду. До. Или до. Вот. Вы слышите, что как бы голос не ладит с тем звуком, который звучит на инструменте. Вот. И наша задача с вами петь так, чтобы наши голоса ладили со звуками инструмента. Потому что инструмент, в данном случае электропианино, настроен правильно, чисто. Звуки там звучат чисто, не фальшиво. Не фальшиво. Значит, упражнение наше будет следующее. Я специально здесь изобразила каждый звук по два раза одинаковый. Вот вы видите, одинаковое написание. Обращаясь к тем, кто нотки еще не знает. Одинаковое написание нот. И, соответственно, они будут одинаково звучать по высоте. И даже видно, что вот некоторые нотки, да, вот они вернее, вот все постепенно поднимаются кверху, а потом опускаются. Мы даже зрительно видим с вами, что идет подъем высоты. А потом высота постепенно снижается снова до уровня вот этой начальной нотки. Вот они, пять звуков. Те звуки, которые будут у нас звучать. До, ре, ми, фа, соль. До располагается на первой добавочной линейке. Те, кто знают, сейчас повторяют свои знания. А те, кто не знают, сразу смекают, что, значит, есть основные линейки. Вот они, вот они основные. С первой внизу по пятую наверху. И не хватает у нас линейки как вниз, так и вверх. Поэтому выстраиваются коротенькие добавочные линейки. Вот на первой добавочной пишется нотка до первой октавы. Вот она именно так звучит. Как бы в середине клавиатуры. Вот. И далее под первой линеечкой нотка ре. Потом на первой ми. Потом фа и соль. И дальше мы с вами пока не идем. Нам достаточно первых пяти ступеней. Ступеней чего? Ступеней гаммы. Ступеней гаммы. Мы сейчас с вами будем петь первые пять из семи. Пять из семи ступеней гаммы до мажор. До мажор. До, потому что первая ступень этой гаммы называется до. Так и гамма и будет называться по имени первой ступени. Которая, кстати, называется тоника. Запоминайте тоника. Давайте попробуем. Еще скажу, чтобы не забыть. Мажор и минор. Мы сейчас с вами будем петь в мажоре. Но первые пять ступеней, так же, как и остальные до семи, да, у нас семь ступеней в гамме, могут прозвучать и в миноре. Они будут звучать просто по-другому. Вот, например, так звучит мажорные пять ступеней. А вот так будут звучать минорные пять ступенечек. Ну, еще раз повторяю, мы с вами сейчас находимся в мажоре, открытом, более радостном ладу, лад, да, лад, мажор и минор. Сразу тоже записываем или запоминаем. И будем петь первые пять ступеней гаммы, то есть звукоряда, где все подряд идет по ступенечкам до мажор. Первую нотку я играю, только вы слушаете. Вторую мы поем с вами вместе. Начали. До Ре Ми Фа Сейчас мы с вами повторим это упражнение, потому что, в начале может не получиться, вы его потом повторите и не раз. Я думаю, еще вот именно в таком режиме, как мы сейчас с вами пропели. То есть я пою вместе с вами. А вот второй раз мы сейчас будем с вами его пропевать. Таким образом, полностью петь будете только вы вторую нотку, а я буду только играть. Внимание! Петь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»